Детки слабослышащие, мухие, наши, Мариупы. Мы открыли речевые группы. Это детки с нарушением речи. И за счет этого у нас получилась одна группа слабослышащие и глухие дети. Мы их принимаем с двух лет. Значит, смотрите, какая у нас идея. Мы предлагаем полностью собрать наших волонтеров, людей, меценатов небезразличных, проблемам детства. И самое главное, поставить эту детскую площадку в спортивную, потому что дети должны развиваться физически. И также у нас такая идея. У вас очень прекрасно, зелено, но этого не хватает посреди деревьев. То, о чем вы с вами говорили, привести в порядок и сделать, образно говоря, субботник, санитарный день. У нас, значит, есть команда волонтеров, людей небезразличных, потому что мы хотим привлечь внимание к проблемам детства. Да. Деньги инвалидов. Да. Вот самое главное, что потребитель, он больше думает, что раз областного финансирования, значит, у вас все хорошо, и вам ничего не надо. А для того, чтобы приехать и понять проблему, надо в эти проблемы приехать и окунуться. Ну, нам достаточно было для того, чтобы посмотреть, пройти по территории, для того, чтобы увидеть, действительно, какие проблемы. По поводу вашей обеспокоенности по продуктам питания, значит, наш фонд сейчас закрывает вам заявку, ту, которую вы дали, чтобы у вас был запасно на тот момент, если транспорт не будет ходить. И, в принципе, мы привезли там подарки, там канцтовары, я думаю, что лишним никогда детям не будет, да, тем более вот эти 26 человек, деток... Дошколят. Дошколят, да, краски, карандашики, всякая. Ну, раздадешься. Поэтому, Юрий Иванович, у нас большое, огромное спасибо, потому что я все время говорю о том, что у нас в городе есть дети-инвалиды, и когда происходят праздники, День инвалидов, и, ну, так будем говорить, город пиарится, мне всегда обидно, потому что никто никогда не приходит в нашу школу, хотя у нас официально на сегодняшний момент 87 детей имеют инвалидные удостоверения, это официально. Очень, это большая проблема, потому что, к сожалению, действительно, не хочется язык не поворачиваться, ребенка назвать инвалидом, это особенный ребенок, скажем, это проблема... С особливыми потребами, это детина с особливыми потребами. Значит, эта категория, мы ее называем особенные дети. Значит, ваши особенные, наши особенные дети нуждаются в колоссальной помощи и поддержке. У нас вечеринка, послышащие школы здесь, вот по 10 классу, дети здесь занимаются. Мы с коллективом, я знаю, что музыкальный, да? Все танцуют и поют, да. Приглашайте нас на концерт. Это хорошо. С удовольствием придя. У меня два класса, второй и третий класс. А сколько, послуха, деток? В одном классе шесть, в другом три. Три, да? Да. Только сегодня вспоминала о вас, что вы так нам помогли тогда, еще раз хотели в Болгарию детей повезти, но не удалось, не удалось. Пойдем, пойдем, мы договорились, мы только говорили, пойдем куда хотите. Стой большой, мы очень рады, очень рады. Я очень вам благодарен, что вы такой патриот. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Комар наш. Смачного аппетита. Как вы скажете, сколько детей кормите? 100, чуть больше 100. Замтрак или ужин? Игол. У нас 4 раза. 4 раза питания, да? Какая стоимость вообще питания у нас? Людочка, стоимость питания? 41 гривен. Ну, месяц от месяца до 40 гривен. 40 гривен, да? В зависимости от деток, маленькие, чуть меньше, взрослые. Достаточно мало, хватает вам. 40 гривен. 40 гривен. Если что-то есть возможность, чтобы наличие детей подать. Конечно, давайте кефир хотя бы. Да, у нас был полник, но немножечко стало тумовато в том году, мы полник отмели. Цены увеличились. Давайте хотя бы детям кефир. Взрослые ребята. Мальчишки, артисты, спортсмены, хлопцы. Саша уже работает. Это все зубной техники. Херсон. Херсон колледж. Это очень хороший профессор. Спортсмен наш, знаменитый на Украине. Метаешь? Метаешь? Метать я. Метать. Метать я, да? Метать я. Метать я. Витамины для детей. Витамины. Хорошо. Ребята. Метать я. Субтитры подогнал «Симон»